Кто говорить умеет? Все умеют говорить. Одни умеют говорить, другие только учатся, но уже вместе ходят в детский сад. Вернее, в ясли. Сразу три группы для ребят младше трех лет открылись после капитального ремонта в 159 детском саду. Давай за руку кто-то, привет, молодцом. Давай ту дают, мужчина, ты же парень. Глава администрации города приехал, чтобы оценить, как выглядит детский сад после ремонта. Юрий Тимофеев неоднократно инспектировал ход работы, хорошо помнит, что представляло из себя здание еще год назад. Сад пришлось фактически отстраивать заново. Да, вот этот коридор я помню. Каким он у нас. Сад перестали использовать по прямому назначению в середине 90-х. В стране был демографический спад и пустовавшее помещение передали под начальник класса 27-й школы. Случай по тем временам, в общем-то, рядовой. С увеличением рождаемости потребность в садах выросла. Помещение начали возвращать малышам. Скажи, что ты в садике делаешь? Ну, я там играю. А еще что? Еще там я кушаю. Нравится тебе здесь? Да. Освещение современно связано, зависит от цветового дня. Здесь сразу такое сделано. Совсем скоро наполнится задорным смехом ребятни детский сад на окраине Пролетарского района. Здание начали ремонтировать еще в 2013 году, но работы затянулись по вине недобросовестного подрядчика. Это достаточно проблемно. Получилось в 2013 году. Выиграл подряд конкурс. Очень недобросовестный подрядчик. И начав стройку, он, наверное, не рассчитал свои возможности и бросил все это. Судебная тяжба с подрядчиком продолжается до сих пор, однако ждать окончания процесса в администрации не стали. Был проведен еще один конкурс, и всего за три месяца детский сад преобразился. Раньше спален в детском саду не было. В тихий час для детей ставили в игровых комнатах раскладушки. Теперь это в прошлом. Для отдыха малышей предусмотрены отдельные помещения. После ремонта детский сад сможет принять пять групп. Четыре из них отдадут под ясли. В том году, в 2015, к 1 сентября, мы вообще выполнили указ президента и обеспечили всех детей с трех до семи лет. Сейчас двигаемся дальше. Семь групп в течение месяца откроются ясельно. Это от полутора до трех. Это очень востребовано, очень принципиально и, конечно, для нас очень радостно. Особое внимание уделено безопасности малышей. Сад оборудован системой видеонаблюдения. Доступ на территорию осуществляется по электронным ключам, которые выдадут всем родителям. Детский сад планируют открыть до 1 июля. Денис Иренов, Телеканал Пилот.